Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Ивечка. Сегодня покажу еще одну мою партию на тему страны индийской защиты системы Макагонова. Ну, как бы, это моя любимая система. И за белых, и за черных я готов играть в возникающие позиции, но это сейчас. А каких-нибудь 12-15 лет мне казалось, что именно вот эта система сейчас рокировка H3 очень неприятна для черных и практически убивает у них игру. Много партий Красенкова плюс других классиков показали, что белые могут получить очень опасную атаку. Как говорил Давид Ионович Бронштейн систему Макагонова это попытка белых атаковать в страны индийской защите так же, как в системе Земеша, только с конем на F3, где тот расположен несомненно активнее, чем на E2, как вот в системе Земеша, где пешка F2 встает на F3. Эта партия была сыграна в 2006 году на командном чемпионате страны. Не помню, какая лига, скорее всего, не самая высокая. Моим противником был классик староиндийской защиты, очень хороший человек, очень общительный, доброжелательный, Леонид Юртаев. И, в принципе, у него тоже были отличные шансы показать мне урок, преподать мне урок правильного разыгрывания этого варианта. Точнее сказать, я дал ему неплохие шансы на это. Итак, E5 самый принципиальный ответ. D5 И вот в этой позиции ход коня H6 является микро-неточностью. Более серьезными ходами считаются коня H5. С идеей присмотреться к пункту F4 или провести F7 и F5 побыстрее. И то, и другое входит в планы староиндийцев очень часто. И другая идея ход А7 и А5 тоже очень серьезный. С идеей сыграть коня H6 и потом второго коня перевести на C5. В этом случае и коня H6 и конь C5 играет и слон C8. Очень тоже серьезная схема, которая заставляет белых играть достаточно точно. Вообще чем хороша для черных допустим система Макагонова это мы узнаем чуть позднее. Я думаю, что сделаю небольшой вывод о жизнеспособности этого варианта из-за черных. Хотя белыми эти позиции тоже мне кажется очень привлекательными. Итак, вот здесь например у белых приятный выбор между спокойным слоном D3 с идеей отвести слона на C2 и потом заняться ферзевым флангом. в сходной редакции со мной сходную позицию сходный план применил со мной например Алексей Александров пару лет назад на турнире в Астане и насколько я помню уравнять по дебюту мне не удалось хотя потом получил даже перевес есть ход слон E3 ход слон G5 выглядит более серьезным чем ход слон E3 почему белым выгодно вызвать ход H7 H6 так как они хотят в дальнейшем скрыть линии на королевском фланге и дать мат терпеть слона на G5 для черных это непродуктивно скажем если пойти ферзь E8 то в этих позициях место ферзя отнюдь не на E8 его место где-то на A5 после A5 A4 C7 C6 вот а здесь возникают тоже стандартные схемы белые хотят просто пойти H4 H5 скрыть линию H и дать мат короля при этом они готовы отправить пешком на G2 и заняться строением тяжелых фигур по открытой линии вот такой план можно пойти кой C5 но тут тоже черным надо считаться с тем что белые перейдут на позиционные рельсы передумают ставить мат сыграют сейчас слон E2 короткая рокировка и начнут проводить C4 C5 поэтому ход H6 в какой-то степени выглядит вынужденным теперь мой противник на мой взгляд сделал неточный ход К5 намного интереснее игра складывается после К5 по крайней мере после ФД2 король H7 мне кажется что белым не стоит забирать пешку потому что угрожает вплоть до слона БЁЦ3 и К5 Е4 и слон G7 вообще выглядит неимоверно мощным здесь компенсация за пешку более чем достаточная также и беденослон D3 может последовать Конь F4 но вот ход G3 на мой взгляд практически убивает игру черных F5 теперь не пойдешь там еще конь на H5 начинает подвисать белые хотят перевести короля на G2 и заняться стандартной страны индийской игрой ладья B1 B4 C5 и так далее Конь A6 в этом случае может оказаться просто выключенным из игры мой противник сыграл Конь C5 ход достаточно стандартный и после Конь D2 партия пришла к позиции которая может возникнуть и в случае если черные вместо Коня A6 играют A7 A5 в дебюте уже упомянутая но какие минусы для черных вот в этой позиции Конь на C5 Конь на C5 не тот дело в том что он все время под ударом все время надо считаться с ходом слон бьет C5 и он должен быть поддержан другим конем очень часто место коня поддерживающего коня C5 конечно не на D7 на D7 он перекрывает перекрывает дорогу своему слону идеальное поле для коня это A6 ну конечно черным вместо Конь C5 надо играть Конь FD7 и Конь D5 для того чтобы добиться такой расстановки а здесь G4 можно было сыграть скромнее слон E2 и потом выбирать играть G4 или не играть у белых есть еще план A3 B4 а в случае A4 в ответ на A3 ферзг C2 длинная рокировка потом король идет на A2 и только потом G4 желающим посмотреть как обыгрывают черных вот в таких структурах можно изучить партию Карлсен Топал не помню по-моему в 2009 была она сыграла G4 ну я по молодости лет считал что должен матовать в таких позициях G4 и слон E2 с идеей H4 у белых есть еще одна идея они помимо H4 и G5 с попыткой дать мат по линии H имеют еще идею H4 H5 вынудить черных сыграть G6 G5 после чего игра на королевском фланге у черных никогда уже не возникнет и потом просто F3 и заняться ферзевым флангом B3 A3 короля куда-нибудь на G2 ферз C2 ладья B1 ладья C1 и проводим B4 поэтому черным надо срочно получать контр-игру и ответ C7 C6 конечно опытным староиндийцем был сделан H4 еще один полезный ход черные угрожают при случае сыграть A4 A3 также их ферзь готов выскочить на A5 вполне по-строиндийски если теперь сыграть A3 ну чтобы черные не могли прорезать черные поля на ферзевом фланге тогда возникнет немножко другой рисунок игры на CD белом теперь опасно бить CD потому что там ладья C8 и где-то даже B7 B5 у черных будет прекрасная контр-игра на ферзевом фланге придется бить ED но вот эта позиция тоже она в пользу белых угрожает ладья FG1 F4 не пойдешь там слон бьет C5 и ферзь B6 F4 в общем-то то что белые вызвали ход H7 H6 как это обычно бывает в Троиндийской на руку белой потому что пешка G6 в общем она прослаблена это была бы другая совершенная игра ход А3 вполне соответствует требованиям позиций и может быть даже был сильнейшим но мне казалось что если я могу пойти G5 и дать мат ну попытаться дать мат то так и надо играть а теперь зависла пешка G5 ее надо заищать у белых две возможности я выбрал снова самый естественный ход выбрал ход F3 точнее ладья G1 теперь после вскрытия линии F5 не пойдешь за конь C4 белые хотят сыграть но тут прикидочно значит ладью на всякий случай на C1 и потом король идет пешком на G2 и снова начинается захват линии H сматывая атак то есть ладья G1 делала позицию белых практически выигранной конь F3 выглядит намного более жестким белые сохраняют все возможности плюс готовы уже начать игру связанную с ладья H4 переводом короля на G2 и строением по линии H но вот здесь у черных был удивительный ресурс Cb теперь чуть ли не единственным ходом является взятие слон бьет C5 ну понятно что конем бить опасно и за конь бьет E4 и здесь за качество у черных очень неплохая компенсация хотя возможно я и нарисовал что здесь плюс равно у белых но играть то легче черным это белый король застрял в центре до черного короля пока не добраться вот cd если теперь взять cd то немедленная b5 пользуясь тем что пешка E4 недостаточно защищена если еды то оживает слон g7 теряется пешка g5 и вообще наверное у черных просто большой перевес и остается на cd играет слон бьет c5 и вот эту позицию стокфиш дает здесь небольшой плюсик белым но на мой взгляд тоже это вопрос спорный позиция примерно равная пешку g5 черные отыграют слон g7 выглядит туповатым шансы попасть под атаку у черных есть но может быть все не так уж сумрачно для них потому что в перспективе у белых ослаблены поля в лагере белых d4 f4 отличное поле c5 для черных и если они не получат мат то у них их ждет великолепная игра по черным полям вот так вот шаблонный ход конь f3 выглядит самым естественным но позволял моему противнику получить отличную игру он сделал более стандартный страиндийский ход ферз a5 и конечно же после ферз d2 коня на c3 белые защитили и хода a3 они не опасаются снова можно было побить cd но в этом случае угрожает конь e7 потом длинная рокировка и ладья бет h7 с матовой атакой веншпиле поэтому мой противник сначала пошел a3 и естественно пытается отогнать коня c3 от пешки e4 угрожает b4 поэтому dc ход вынужденный теперь черный кольц c5 готов с поля e6 надавить на g5 попасть на f4 или на d4 но после ладья h4 позицию можно оценить как выигранную у белых то есть черные провели стандартные социлианские идеи но в данном случае они не работают то есть тоже чем хитра система макогонова если одна из сторон делает очень шаблонные ходы то рискует быстро получить безнадежно ход b4 практически вынужденный потому что бить на c4 это вводить в бой слона e2 но теперь игра черных на ферзевом фланге зашла в тупик и после слон бьет d5 белые выигрывают любым взятием почти любым взятием на d5 е или cd ну конечно cd самый напрашивающийся ход для того чтобы слон мог через c4 или b5 выскочить ну и вообще пешка e4 осталась на месте это здорово сейчас белые отправят ладью на h1 и никакие f5 здесь черным не помогают позиция у них пройденная вот но мне померечились какие-то глюки и я побил ферзь бьет d5 ход ужасный и после ладья d8 король d2 конь f8 мне казалось что белые очень простой игрой матуют то есть конь g4 ладья a h1 и конь f6 сматывая так однако выяснилось что не все так просто и вот здесь например у черных была такая игра король f8 король переходит на e7 достать его практически невозможно слон e2 неимоверно туп и в общем-то что еще сказать выигрывать и выигрывать еще пришлось бы в этой позиции вот но мой противник сыграл здесь вместо коня e6 fc7 и после коня g4 кстати сыграл ничуть не хуже fc7 ход нормальный но вот здесь надо было ему пойти ладья a5 если теперь белые проводят свой план то они могут выиграть ферси но мат поставить не удается коня f6 продавить невозможно у черных мощнейшая заищенная проходная на a3 и приходится довольствоваться вечным шагом еще хорошо что он находится правда и после ладья a5 у белых есть серьезнейшие возможности атакующие например ладья h1 идея в чем на коль бьет b3 белые не играют а b а ходят король e1 теперь понятно что нельзя бить на d5 конь f6 если он бьет f6 gf и хотя белые без ферзя от мата на h8 не спастись ну и черные тоже после король e1 не обязаны бить ладья бьет d5 есть простой конь e6 и король f8 неожиданно выясняется что матовой атаки нет ну то есть атака есть но она матом пока не заканчивается после ладья h8 черные могут взять и сыграть король e7 ферзь висит белым требуется поднять единственный ход c5 но висит конь черным придется играть конь b c5 белый слон скорее всего выскочит на c4 то есть возникает какая-то совершенно сумасшедшая головоломная позиция которую у белых великолепная компенсация за две пешки но не более того мата я не вижу ну то есть не смог найти то есть если бы мой так мой противник здесь сыграл так ферзь d5 я побил да король d2 конь f8 конь h2 ферзь c7 конь g4 вместо ладья a5 он сыграл ферзь e7 прикрыл поле f6 но это было неудачное решение потому что отдавать слона g7 ради выигрыша пешки g5 но это самоубийство потому что черные поля заищать некому слона g7 черные должны были беречь и белые не торопясь то есть они могут себе позволить не спешить идут ставить мат теперь если пойти конь d4 то вот этот разноцвет совершенно безнадежен для черных белые просто хотят запустить вперед пешку f n шпиль после размена на d5 также безрадостен для черных угрожает кони f6 f5 в общем угроз очень много важно что черные не могут пойти ладья e8 из-за кони f6 шаг и надо отдавать качество либо получать мат после слуги f6 gf h8 тем не менее это было более упорным чем то что сделал леонид он взял на g5 и после коня f6 шаг выяснилось что король уходить не может и за слон бьет g5 а без чернопольного слона как я уже говорил спасти здесь невозможно белый слон белопольный слон белых заиграл взял взял под контроль важнейшую диагональ в любой момент готов взять на e6 и потихонечку белые готовят вскрытие игры на королевском фланге то есть на e по моему проще всего сыграть слон d4 а может и слон бьет f4 тоже неплохо напали на коня а потом перевели слона на большую диагональ здесь пешка f из пешки которая вскрывает позицию превратилась после f5 в таранную пешку которая таранит пункт g6 угрожает fg пешка f7 связана приходится играть g5 здесь вполне можно было сыграть f6 но я решил что могу допустить ход f7 f6 который вовсе не укрепляет позицию черного слон идет на g6 и позиция черных рассыпается пешку b4 тоже не удержать d5 это уже агония здесь спастись черные не в силах на f7 уходить нельзя из-за ладья бьет f7 на король f8 будет слон c5 а здесь белые просто забрали на f6 забрали на g5 и угрожают дать шаг на f6 черные ничего не могут противопоставить поэтому они сдались партия очень долгое время я считал что провел партию практически идеально выиграл в одни ворота вот и это укрепило мое мнение в том мое заблуждение в том что страниндийская защита некорректный дебют и белые должны выигрывать но потом спустя какое-то время я подверг ее анализу и обнаружил совершенно удивительные возможности за черных в связи с чем даже включил староиндийскую защиту в свой дебютный репертуар иногда особенно против тех кто любит играть с тем макогонова иногда ее играют что можно проверить в большой базе позиция черных действительно очень непростая но у них все время находятся какие-то контр шансы против белого короля что и вот даже то что вот мы видели давайте я отмотаю несколько ходов назад когда была возможность сыграть ладья опять это и против короля и против ферзя это же совершенно фантастическая позиция что вот здесь черные могут пренебречь пожертвованным ферзем спокойно убежать королем на е7 и белым требуется выигрывать партию заново то есть с очень большой энергией надо вести партию в этом варианте как белым так и черным ну в общем-то на этом наверное все спасибо за внимание возможно еще потом я вам покажу несколько своих партий из системы Макогонова встроиндийской защите с вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки и так далее субтитры субтитры субтитры